С какого возраста ребенок может путешествовать самостоятельно? В то же время, согласно внутреннему законодательству о транспортных перевозках, возраст, с которого ребенок имеет право передвигаться самостоятельно по стране без родителей, барьируется. Так, путешествовать на поездах дальнего следования можно с 10 лет, в пригородных поездах – с 7 лет. На междугородних автобусах и водном транспорте – с 14 лет. На авиатранспорте – с 12. Перевозчик может предложить услугу сопровождения. Например, авиакомпании предоставляют услугу по сопровождению детей в возрасте от 5 до 17 лет. Какие документы должны быть у ребенка, который путешествует самостоятельно? Это свидетельство о рождении или паспорт. Медицинский полис. СНИЛС. Законные представители вправе давать согласие иным лицам – родственникам, учителям, тренерам и другим – на сопровождение их детей в поездках. Для поездок по России оформление такого согласия не требуется. Выдача законными представителями доверенности сопровождающему ребенка лицу также не является обязательной. Однако оформление доверенности на сопровождающее лицо является целесообразным, поскольку в поездке могут возникнуть ситуации, когда такой документ может понадобиться. Когда может потребоваться доверенность лицу, сопровождающему ребенка? Доверенность может пригодиться, если перевозчик захочет убедиться в полномочиях взрослого на сопровождении ребенка. Или администратор гостиницы захочет проверить полномочия сопровождающего. Например, для решения вопроса о возможности совместного заселения ребенка и сопровождающего. Также доверенность понадобится, если вдруг ребенок потеряется во время путешествия и возникнет необходимость обратиться в полицию, а также для обращения за медпомощью, если ребенку не исполнилось 15 лет. Письменное согласие родителей может понадобиться при прохождении туристских маршрутов, совершении походов, экспедиции, участии детей в слетах и так далее. Также полномочия сопровождающих лиц должны быть документально подтверждены согласием родителей или доверенностью, например, в случае сопровождения детей в детские организации для отдыха и оздоровления, если несовершеннолетний имеет физические, психические, интеллектуальные или сенсорные нарушения в развитии. Какие обязательные сведения должны быть указаны в доверенности и согласии на сопровождение ребенка в поездке? В доверенности указывается наименование документа, доверенность, место составления документа, адрес, число, месяц и год прописью, фамилия, имя, отчество, место жительства родителя и сопровождающего лица, их даты рождения и паспортные данные, полномочия сопровождающего лица, например, право перевозить ребенка всеми видами транспорта, размещать в гостиницах, представлять интересы ребенка в государственных, муниципальных и иных органах, срок действия доверенности, подпись законного представителя. Такие же сведения включаются в содержание согласия на сопровождение ребенка. Какие требования установлены к сопровождающему лицу и когда именно должно быть написано заявление об услуге по сопровождению ребенка? Законодательством не установлены какие-либо требования к лицу, который может выступать в роли сопровождающего. Это должен быть совершеннолетний, полностью дееспособный человек. Услуга по сопровождению ребенка наиболее востребована при авиаперевозках. Правила перевозки детей у разных авиакомпаний могут различаться. В одних заявление об услуге по сопровождению должно быть написано уже при покупке билета, причем делается это лично родителям, то есть нельзя купить билет ребенку дистанционно. И нельзя дистанционно подать заявление на предоставление услуги по сопровождению. Требуется личное присутствие родителя. В других авиакомпаниях заявление и заявку на услугу сопровождения можно подать и при регистрации на рейс. Общее то, что доставить ребенка в аэропорт должны родитель или законопредставитель, которые остаются в аэропорту до вылета самолета на случай непредвиденной отмены рейса. Какие документы должны быть у сопровождающего ребенка лица? Это свой собственный паспорт и доверенность на сопровождение от родителей, которая составляется в простой письменной форме, без нотариуса, если путешествие предполагается внутри страны. Субтитры создавал DimaTorzok